В 2016 году Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, а также Министерства образования и науки РФ провело всероссийскую акцию «День в музее для российских кадетов», в которой приняли участие около 400 музеев из 53 регионов России. С тех пор мероприятие стало ежегодным и по всей стране в середине октября проводятся бесплатные экскурсии для свородцев и кадет. Цель акции – формирование у будущих защитников Отечества уважительного отношения к российской культуре и продолжение лучших традиций офицерства, которое всегда славилось образованностью и благородством. О том, как провели акцию в Градском краеведческом музее, расскажет моя коллега Альмира Новоселова. Сегодня пятиклассники восьмой школы посетили передвижную выставку «Тайны полярного рифея», расположенную в здании администрации. Сотрудник городского краеведческого музея Лариса Кужина, она же бывший геолог, рассказала кадетам о первом горнорудном промышленном предприятии «Полярного Урала», показала образцы полезных ископаемых, руды и цветного камня, которые добывают вблизи наших гор, а также объяснила, чем обусловлено название выставки. Горы Урал называли рифеем или гипербореем, а уже в 1744 году его официально называют Уралом, что в переводе татарского значит «пояс», и каменный пояс получается. А затем кадетам предложили применить полученные знания на практике, представить себя геологами. Всем раздали маленькие образцы камней и предложили найти такой же вид. Поищите этот камушек где-то вот в витринах или здесь. Когда найдете, поднимаете руку и название читаете. Кадеты сегодня приоткрыли для себя завесу неизведанного ранее и в то же время столь близкого Полярного Урала, настоящей кладези полезных ископаемых. В месторождениях и камнях, которые добываются у нас на Полярном Урале и на Ямале, я впервые вижу такие известные практически всем вещи, и я очень хорошо и досконально узнала о жизни геологов и как они находили камни. Я узнала то, что геологи ходили с специальным аппаратом, определяющим радиацию. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы определить, есть ли под геологом полезные ископаемые. До 28 октября у всех лабытнанцев есть возможность посетить передвижную выставку «Тайны полярного рифея». Главное – собрать группы для проведения экскурсии. Такой возможностью воспользовались сегодня лабытнанские кадеты и узнали много познавательного о полезных ископаемых Полярного Урала. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Время местное похоже на стены. Эдуард Захаров,еймами.